Приветствую вас, дорогая церковь! Дорогие братья и сестры, всегда мне интересно было, когда я читал текст Священного Писания относительно того, что было несколько человек, человек десять, которых Иисус исцелил, и сколько из них оказалось благодарных. И для меня всегда было непонятно, вот по сути дела мы даже общество, вот своих детей мы даже воспитываем так, чтобы они были благодарными, правда? Мы, ну, как минимум мы учим, чтобы они были благодарными на словах, то есть они должны сказать обычное человеческое спасибо, как выражение своей благодарности. Точно так же мы учим детей своих быть благодарными и на деле. То есть, если что-то тебе сделали хорошего, то нужно, чтобы через какое-то время или сразу же, но ты обязательно должен тоже человеку сделать что-то хорошее. И таким образом вообще наш социум строится на этом. Все люди вот так вот растут, и во взрослом обществе люди неблагодарные, они тоже находятся в каком-то, ну, с ними, мягко говоря, никто не хочет иметь дело. Никто не хочет иметь дело с такими людьми, для которых ты что-то когда-то сделаешь, но они тебе никогда хорошим или добром не отплатят, и твое доброе дело, оно всегда останется, как-то повиснет в воздухе. И люди любят общаться именно с такими людьми, с благодарными. И когда вот сравниваешь тексты Священного Писания, которые говорят нам о том, что по большей части своей люди, к сожалению, оказываются неблагодарными, и когда смотришь в жизнь, что мы активно очень стараемся привить и в детях, и во всех окружающих, и в общении с такими, как ты, где бы ты ни находился на работе, привить именно это чувство благодарности, чтобы люди замечали добро, благодарили друг друга хотя бы, по крайней мере, хотя бы словами или делами, то вот начинаешь недопонимать немножко вот эту благодарность, о которой речь идет в Священном Писании. И когда я смотрю, что все-таки большая часть, по мнению Священного Писания, людей неблагодарных, то я начинаю задумываться о себе. А благодарен ли я? И если бы я сейчас попросил вас поднять руку, поднимите руку, кто считает себя благодарным, то, наверное, бы мы все подняли. А задумаясь серьезно над своей жизнью и над тем, что такое настоящая благодарность, действительно благодарность, то начинаешь, честно говоря, в себе сомневаться. Об этом, братья и сестры, я хотел бы поговорить сегодня с вами. А благодарны ли мы люди, и насколько мы благодарны, и благодарны ли мы в контексте Священного Писания, в том, каким Библия, каким Бог видит благодарного человека. А текст Священного Писания, которых, текстов вообще очень много, которые говорят о благодарности. И как минимум, если вы будете вспоминать тексты из Нового Завета, то удивительным, может быть, неудивительным будет тот факт, когда в Послании к Тимофею, во втором Послании к Тимофею, в третьей главе, когда перечисляются, какими люди станут в последнее время, а мы живем с вами в последнее время, то, среди прочего, вы неизменно встретите, что люди будут какими? Неблагодарными. И очень странно, ну, хотя бы, опять-таки, почему странно? Если человек не осознает, что Бог руководит его жизнью, если человек не осознает, что все, что он имеет в жизни, это от Бога, то за что благодарить? За что вообще, собственно говоря, быть благодарным? Но текст Священного Писания, который я хотел бы прочитать, это первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, и явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Благодарность, по моему мнению, это не только слова, благодарность – это не только какие-то действия, а благодарность – это состояние сердца, состояние нашей души, состояние нашего внутреннего человека. И благодарность – человек когда благодарит? Когда он, собственно говоря, доволен то, что есть вокруг него, в его жизни. И если каждый из нас сейчас задаст себе вопрос, а доволен ли я нынешним состоянием своих дел и то, что есть у меня в жизни, то если при первом приближении мы скажем, да, конечно, довольны. У нас есть и пропитание, есть во что одеться, и мы и живы, и более-менее здоровы. Но хотим ли мы что-то исправить, то у нас, наверное, еще больше найдется пунктов, что бы мы хотели и чем бы мы недовольны, чем бы мы хотели исправить. Так вот, Священное Писание говорит о том, что нам нужно быть довольными, и это великое, большое приобретение. И смотрите, благочестие, которое является таким духовным качеством человека, и быть довольным, оно ставится как бы в один ряд. Это большое приобретение – быть благочестивым и довольным. А довольный человек, он благодарный человек. И большое приобретение оказывается быть благочестивым и благодарным человеком. Потому что довольными людьми, они по сути своей, по природе своей, они никогда не бывают. Хорошо, когда у человека стремится развиваться, когда он хочет стремиться к чему-то лучшему, но плохо, когда человек недоволен. Это недовольство человека, оно, убирая с него, самое главное – это благодарность. Благодарность и великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Интересно то, что здесь слово «приобретение» – это как раз говорит о том, что человек должен стремиться к этому. Он должен приобретать это. Это какой-то процесс. И благодарность – это не такой, знаете, фокус. Раз и человек захотел быть благодарным. Вот что-то произошло у человека, сделали ему что-то в нашей жизни, дали ребенку сладость какую-нибудь, и он говорит «спасибо», он тут же благодарный. А в контексте Священного Писания, братья и сестры, благодарность – это процесс, который приобретается. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Я думаю теперь про себя и думаю, а как я приобретаю эту благодарность Богу в первую очередь в своей жизни? Как я ее приобретаю? Что-то происходит у меня в жизни вообще? И когда я задумался, братья и сестры, я понял, что происходит. И много чего происходит в моей жизни. Когда Бог дает мне немножко, а мне кажется, что в этот момент должно быть немножко больше. Или наоборот, когда я думаю, что что-то должно произойти, а оно не происходит. И для чего, Господи? Почему, Господи, я задаю себе вопросом? И через Священное Писание я вижу ответ. А для того, чтобы ты приобрел благодарность, чтобы ты научился благодарить вообще за все, и за отсутствие, и за присутствие, и за маленькое количество, и за большое количество, это приобретение – это такой процесс, который для человека, он не всегда такой хороший, не всегда приятный. послание к филиппийцам. Я открою сейчас один очень интересный текст, 4 глава, с 10 по 13 стихи. Апостол Павел здесь говорит такие слова. Поучимся у апостола Павла. Он находился в таких обстоятельствах интересных и написал очень интересные слова. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Ну, вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Итак, представьте себе апостола Павла, который сейчас находится в темнице в заключении в Риме. Он в тюрьме находится. И ожидает суда Кесаря. И какое-то время братья и сестры с церквей образованных, они помогали ему чем-то. Ну, кто чем мог. Может быть, это была материальная помощь или другую заботу, но они проявляли к нему. И вот в очередной раз, когда апостол получил вот такую вот поддержку в тюрьме, он решил им написать, что он об этом думает и как он вообще воспринимает ситуацию, в которой он находится. И прежде всего у него появилась возможность отблагодарить их за это. Что он и сделал, он поблагодарил. И сказал, но, братья и сестры, я вам хочу сказать о том, что я вам благодарен. И я вам хочу сказать о том, что я научился. Чему я научился? А научился я одному. Научился я благодарить. Я научился быть довольным тем обстоятельствам, в которых я нахожусь. Братья и сестры, обстоятельства, в которых он находился, они далеки от оптимальных. Они далеки от вообще каких-то обстоятельств, которых хочется благодарить. Он находится в тюрьме. Он ожидает приговора. И поверьте, что этот приговор, он очень предсказуем. И уж у кого, у кого, но у него, наверное, не было таких обстоятельств для особых причин, для благодарности в этих обстоятельствах. Но апостол Павел говорит, а я научился. Я научился по одной простой причине, потому что я учился у Иисуса. Я учился у Иисуса. Он говорит о том, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Апостол Павел, как человек религиозный, он, конечно же, всю свою жизнь хотел жить так, чтобы это было угодно Богу. Чтобы это было угодно Богу. И он даже церковь Божию он гнал именно по этой причине. Он хотел жить той жизнью, которая бы удовлетворяла Господа. И вот однажды, когда он встретился с Иисусом, когда он поменял свою жизнь, когда он совершенно по-другому начал смотреть на свою жизнь, точно так же, как и многие люди сегодня, и мы с вами, по-другому, когда мы смотрим на свою жизнь, совершенно другие выводы ему приходят. И он в лице Иисуса Христа, когда он с ним встретился, он понял две вещи. Он понял первое, что он живет жизнью, которая не угодна Богу. И он понял второе, что Иисус прожил здесь, на земле, такую жизнь, которая действительно была угодна Богу. И апостол Павел поменял свою жизнь. И он стал в Иисусе жить эту жизнь, которая угодна Богу. Он стал через призму, вот глазами Иисуса Христа, смотреть на многие вещи. Он воспитывал в себе логику Иисуса Христа. Он слушал, он смотрел то, что происходит вокруг, и он думал, а как бы Иисус Христос посмотрел? И таким образом он, вот те обстоятельства, которые были у него в жизни, он их преломлял через призму Иисуса Христа для себя. И поэтому, даже находясь в темнице, он говорил, что я научился, и я доволен. Потому что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Для меня нет ничего такого, то, что сейчас, у него нету ропота. Потому что он доволен. Он доволен, потому что у него есть главное, у него есть Иисус Христос. И все то, что происходит, оно происходит по его воле, оно происходит по его плану. И это причина благодарности, и это причина быть довольным. Это причина быть довольным, что ты находишься в руках Господа. И что бы у тебя не происходило в жизни, не могут какие-то точечные обстоятельства, какие-то положительные, отрицательные настроения влиять на мое довольство. Потому что это всего лишь какие-то элементы, которые происходят в моей жизни. А вот главное, то, что я держусь за руку Иисуса Христа, и иду по этому пути, вот это настоящая причина довольства, и, собственно говоря, благодарности. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, благодарность – это состояние нашей души, а не обстоятельства, которые могут сказать спасибо, либо не сказать спасибо. Или когда люди очень часто говорят, как дела, и что-то произошло там в жизни, говорят, да, опять не слава Богу. Вот до сих пор было слава Богу, а сейчас вот раз и не слава Богу. И вот так вот люди и мечутся в жизни своей. Повезло, хорошо, выиграл в лотерею, обсчитал продавщицу, ну вот слава Богу, нажил что-то. Не получилось? Не слава Богу. А у христиан, у людей, которые придерживаются Священного Писания, у них всё и всегда слава Богу, вне зависимости от того, ты в довольстве живёшь или в недостатке. Ты живёшь в хороших обстоятельствах или стеснённых. Может быть, ты в тюрьме находишься, и завтра суд, и послезавтра тебя казнят? И за это, слава Богу, он говорит, потому что для меня жизнь Христос и смерть – приобретение. И только лишь лучше для меня всё становится, потому что апостол Павел учился Иисуса Христа. Если смотреть нам, как людям верующим, на жизнь Иисуса Христа, то мы можем для себя тоже научиться тому, почему Христос жил вот такой жизнью, и почему Он показывал ученикам своим такой пример. И с самого начала служения Иисуса Христа мы встречаем о том, что однажды был глаз неба, который сказал о том, что Бог любит его. Сей Сын мой возлюбленный. Братья и сёстры, для нас первая уверенность в том, что мы должны благодарить, и у нас всё хорошо, у нас всё замечательно, и мы должны приобретать эту благодарность только от осознания хотя бы того, что Бог нас любит. Бог нас любит. Он по-настоящему нас любит, и это значит, что всё то, что будет происходить в нашей жизни, оно всё к хорошему. Так родители к детям относятся. Дети очень часто, особенно когда они маленькие, они не понимают, что у них к хорошему, а что может быть к плохому. У них есть просто какие-то сейминутные желания, но родители их стараются корректировать, потому что лучше понимают, что хорошее, а что плохое. Поэтому когда в моей жизни что-то происходит, когда я делаю, как маленький ребёнок по неведению, и Бог меня корректирует, то мне нужно просто, как здравомыслящему, грамотному человеку, поблагодарить Бога и сказать, Господи, спасибо Тебе, что не дал мне этого, того и другого, хотя мне казалось, что я этого хочу, потому что Ты любишь меня, потому что Ты избавляешь меня от многого. Иисусу неоднократно было ещё на протяжении Священного Писания озвучивается эта мысль, Иисус это знал, но тем не менее, этот голос с неба, сей сын мой возлюбленный, его слушайте, он звучал несколько раз. И точно так же Священное Писание говорит, отец любит сына и всё отдал в руки его. Отец любит сына и всё отдал в руки его. А смотришь на сына, а он не имеет преклонить, где голову. Лисы имеют норы, птицы имеют гнёзда, а Иисус не может, где преклонить голову. И тут же написано немножко ниже, но отец любит его и всё отдал в руки его. И вот это всё, то, что мы понимаем, что Бог даёт нам к нам с любовью, оно не оценивается каким-то достатком или полнотой желудка, или полнотой холодильника, или вот нашей физической той жизнью. Потому что мы с вами духовные, мы живём в другой плоскости, и вот там вот нужно искать причины для довольства и причины для благодарности, чтобы быть действительно настоящими благодарными людьми. Второе, что Иисус, вот чётко мы прослеживаем вот жизнь Иисуса, что Иисус доверял и силе Отца. И вот то, что должно присутствовать у нас. Когда мы попадаем действительно в такие обстоятельства, мы должны всегда помнить о том, что Бог силен. Это то, чему учат детей в воскресной школе, но тут так часто мы поступаем в жизни и теряем какую-то нить общения с Богом, именно потому, что мы перестаём думать, что Бог силен. И Священное Писание говорит на примере овец и пастуха, говорит о том, что овцы эти, они никогда не будут где-то потерянными в недостатке или забытыми, потому что пастух их всегда найдёт, потому что Бог сильный и никто не похитит из руки. И апостол Павел, он сидит в тюрьме и он понимает прекрасно, что ничего не произойдёт и никто не похитит его из руки Божьей. Он прекрасно понимает, что Бог любит его и что Бог сильный. А что же ему ещё тогда надо? И ещё и братья и сёстры иногда передают ему куриный бульон, может быть, ещё немножко финансовой помощи помогают. Слава Богу! Бог любит меня и Бог сильный. Ну что может произойти, даже если меня сейчас пригвозят ко Христу? И вот эта вот благодарность, приобретение этой благодарности, оно должно происходить в нашей жизни, потому что без этого невозможно благодарить. Иисус, также третье, что можно отметить, Он доверял цели Отца. Вы знаете, что цель, ради которой пришёл Иисус на эту землю, она, ну, для многих из нас, если перед нами поставить такую цель, это тяжёлая цель. Это цель, которую тяжело нести всю свою жизнь, понимать это, знать и идти к этой цели. Вот если вы знаете, цель была свергнуть Римскую империю, на одной улице построить хорошие дома, чтобы Пётр жил, чтобы Павел жил вот рядом, да, и родственники все, что все были счастливы, довольны, свергли Римскую империю. Вот ради такой цели, вот может быть, многие люди согласились бы прожить свою жизнь, и сейчас, и ранее были, и сейчас есть такие люди, которые живут ради таких целей, и жизнь свою полагают ради таких целей. А у Иисуса была совершенно другая цель. И когда Он шёл через эту такую долину, большую долину испытаний, и Он шёл к этой цели, и Он доверял Богу, то, что эта цель, она действительно является важной, она является главной. Эта цель — это смысл, ради чего Он пришёл. И можно было бы несколько раз поменять эту цель, или в нашей жизни, когда я смотрю, «Господи, давай мы придумаем для моей жизни какую-то другую цель, попроще, может быть, или поприятнее, чем вот та, которая есть у меня, совершенствоваться, жить в Боге, расти, расти духовно, обретать с Богом всё более тесные связи, становиться благодарным, в конце концов. В конце концов, это сложная цель для многих людей, но наша цель и наше жительство, оно на небесах. И слава Богу, что имея вот эту конечную цель, понимая, что Бог сильный и меня не выпустит из руки своей, не даст, чтобы кто-то украл или похитил, и что Бог любит меня, всё, что происходит, это ради вот той цели, и вот по этому пути я буду идти, несмотря ни на что, это тоже вызывает особую, отдельную благодарность, что это так в моей жизни. И я не брошен как-то на самотёк, не посвящён сам себе. Не моя воля да будет, но твоя». Очень часто говорил Иисус Христос. И когда апостол Павел жил, проживал эту жизнь, и он не мыслит свою жизнь без жизни Иисуса Христа, он растворился в Иисусе Христе, и цель Бога была его целью, и путь Господа был его путём. И всё, он смотрел на всю жизнь, окружающую глазами Иисуса Христа, логикой Иисуса Христа, эмоциями Иисуса Христа. И только такой человек мог сказать, что когда же явится Христос, жизнь ваша. Когда же явится Христос, жизнь ваша. А если Христос на сегодняшний день не является моей жизнью, то тогда явится Христос не как жизнь моя, а скорее всего, как Судья мой. Когда же явится Христос, жизнь ваша. И христианин, который имеет в своей жизни, наверное, какую-то другую цель, чем ту, которую ставит Бог перед ним, он неизменно, скорее всего, потерпит крак своей веры и своей жизни, потому что наши цели должны совпадать. Христианин должен всегда понимать, что наше жительство, оно на небесах, и это должно никогда не теряться из фокуса. Ну и четвертое, то, что должно быть у нас точно так же, как было в жизни Иисуса Христа, это доверять Божьему плану. То есть цель – это то, куда мы идем, а план – это то, как мы идем туда. И вот доверять тому, что именно вот этим путем, именно по такому плану, и вот этот путь Божий, он будет действительно приведет к нас цели, это тоже очень важно, потому что нам трудно идти к небесам. Братья и сестры, нам очень часто в жизни, вот каждодневно, нам тяжело идти к небесам. И мы спотыкаться начинаем, мы потом ругаем себя и за язык свой, и за мысли свои, и что неправильно сказал, не сформулировал, и потом, может быть, не уделил человеку столько времени, сколько нужно было. Ну тяжело идти к небесам, но это план Божий. И доверие Богу, что именно так нужно. И если этот план настолько тяжелый, если этот путь настолько, вот он такой тернистый, то нужно пройти по нему, потому что другого пути нету к этой цели. И хотя нам тяжело идти, мы должны идти. И хотя мы не понимаем этого пути Божьего, плана Божьего, мы должны идти по этому пути. Пророк Исаия неоднократно, может быть, говорил, но мы уж точно неоднократно читали этот текст Священного Писания, где написано, что «Мои пути не ваши пути», говорит Господь. «Мои пути — это не ваши пути. И как мне хочется, чтобы Божий путь, он стал моим путем. И мой путь, чтобы он был Божьим путем. И чтобы мой путь и Божий путь, они максимально накладывались друг на друга. Не отклонялся, чтобы мой путь. Тут слава Богу, тут не слава Богу. И вот так вот со стороны в сторону, как лодку на море в период какой-нибудь бури очень большой. И, конечно, понимание того, что Божий путь — это лучший путь, это должно быть у каждого христианина. Это Божий путь. А Божий путь, он очень часто непонятен для нас. Он и не будет понятен всегда. И когда в книге «Второзаконие» Бог говорит, что «Я питал вас манною и томил вас голодом, чтобы научить вас». Евреи идут по пустыне, им тяжело. И Бог учит их, и как минимум, чтобы они были благодарными. Потому что великое приобретение — быть довольным и благочестивым. Великое приобретение — довольным быть, потому что повода для довольства у них не было. Они идут, и кушать нечего, они начинают роптать. Вот когда человек недовольный, он ропщет. Это как бы противоположность такая гармонии духовной такой, да, единения с Богом. Человек роптать начинает. У них нету что кушать, там они роптают. Бог дает им манну, а они ропщут, что нет чеснока. И вот происходят какие-то такие вещи в жизни человека, что что ему не дай, Бог всегда будет виноват, и будет как-то человек недоволен постоянно. Оказывается, вот почему так мало благодарных. Потому что в Божьем понимании то, каким должно быть благодарное сердце, оно немножко другое, чем у нас. У нас что-то произошло, спасибо сказал, все, ты благодарный человек. А у Бога оно по-другому. И Бог говорит, что я веду вас по этому пути, сначала даю вам манну, потом у вас голод испытываете. Но это чтобы научились вы. Может быть, дорогой брат и сестра, у тебя в жизни тоже сейчас происходит что-то такое. Либо манна есть, либо наоборот отсутствие и есть какой-то голод. Посмотри на это с той точки зрения, что Бог учит. И Бог хочет научить, чтобы мы были благодарными. Потому что это великое приобретение. И этому тяжело научиться. Бог допускает эти трудности и допускает только лишь потому, что Он любит нас. Только лишь потому, что Он сильный. Он знает эту цель. Он ведет нас по этому пути. И только лишь поэтому, чтобы научить нас, Бог допускает это все в нашей жизни. Евреи в пустыне вообще шли и для них было, ну, представьте себе, 2 миллиона человек. Идут и в руках несут все то, что вот их имущество, да, которое они смогли взять. С ними животные там эти идут, которые тоже их питают, несут какую-то часть одежды. Они идут по этой пустыне, идут по пути, не знают, куда идут и когда этот путь закончится. Они не знают, как долго им идти вообще по этому пути. Вот они вышли, пришли в пустыню, а тут еще хуже случилось. Их лидер, вот проводник, который единственный, который знает по пустыне, куда идти, он пропал. Они ждут Моисея неделю, ждут другую, ждут третью, ждут пятую неделю, уже половина шестой недели прошло, а его нету. Ну, представьте себе, если вас сейчас, допустим, в Египет куда-нибудь в пустыню вывезти, и там одного бедуина вам дали, проводника, шли, шли, шли вы, он там рассказывает, сейчас мы пройдем туда немножко, по этому пути будем идти, там клад найдем, и всем будет все хорошо, идемте. Вы пошли, и вдруг на полпути он пропадает. Что делать? Как благодарить? За что благодарить таких обстоятельств? Бог говорит, что все это я допускаю для того, чтобы вы научились. Ропот, он закрывает от нас вот эту благодарность. Ропот закрывает от нас слышание голоса самого Бога, когда мы начинаем роптать. И опять-таки идут, приходят 12 соглядатых. Вы помните, 10 из них пришли и начали роптать. Да нет, у нас не получится, города мощные, люди сильные, кушать у них есть много чего, мы тут изнемогли уже все, сил у нас нету. И только два человека, Иисус Навин и Халев, говорят, если Бог сказал, значит будет так. Бог сильный, Бог знает цель, Бог знает путь, у Бога есть план, мы в руке Его, идемте. И как бы нам хотелось, дорогие братья и сестры, даже в нашей жизни, когда мы не живем в пустыне, когда у нас действительно нет таких каких-то критических перепадов, то либо вообще несколько дней нечего кушать, потом что-то появилось, давайте научимся быть благодарными. Давайте приобретать эту благодарность в нашей жизни, смотря на то, что происходит у нас, воспитывая себя, понимая, для чего Бог посылает те или иные обстоятельства в нашей жизни, но будем благодарны Ему, потому что великое приобретение быть благочестивым и довольным человеком в нашей жизни. Да благословит всех вас Господь, быть довольными и благодарными. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Богословение Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...